Добрый день! На библейский портал Экзиед поступил вопрос «Где находится ад?» Вот само построение вопроса Сейчас мы прочитаем одну цитату из Евангелия от Матфея которая, наверное, даст ответ на постановку вопроса Вот апостол Матфей говорит «Сыны царствия извержены будут во тьму кромешную где будет плач и скрежет зубом» Вот слово «извержены» оно как бы и порождает, наверное, вопрос «А куда извержены?» Это какое-то, предполагается, некое падение некое путешествие из точки А в точку Б и, в конце концов, неразвержение приведет во тьму кромешную На самом деле, я думаю, далеко лететь не придется Вот опять вспоминая замечательного Клаева Льюиса Вот есть такая замечательная книга у него «Семь книг. Хроники Нарнии» Почитайте последнюю книгу «Последняя битва» В этой последней битве существует два интересных персонажа, о которых хотелось бы поговорить Вот это были гномы, которые не верили ни в какого Аслана, ни в какого бога, ни в какую Нарнию, ни в какую это Они шли на войну, и когда вот этот сарай волшебный, который там изображался как портал перехода из одного царства в другого царства, как они туда вошли, и они попали в Нарнию И дальше еще был там народ, который назывался ташланцы В тюркском наречии таш и богиня таш В тюркском наречии таш — это камень Вот мне предполагается, что когда Льюис изображал ташланцев по всем признакам, это были люди, которые исповедуют ислам Ну, конечно, он об этом не говорил, но некому человеку, прожившему там ясно и понятно, что это изображал, причем, знаете, в каком качестве Туда тоже в этот сарайчик забросили одного молодого человека И там в Нарнии дети встретили персонажей, которые до этого туда попали И вдруг аслан подошел к вот этому мусульманину И спросил его, а ты что здесь делаешь? И знаете, удивительный ответ Я Бога ищу Представляете? Человеку мало было книжек, мало было рассказов, мало было установок Он искал живого и настоящего Бога, и он его нашел И он его встретил Вот удивительный персонаж И еще сидели там гномы Гномы сидели в Нарнии Ну, как изображает автор Сидели там в раю И сидели на райской поляне Сидели в одной кучке К ним подходили дети и говорили А вы что здесь сидите? Он говорит, а куда нам идти? Ну, смотрите, кругом пространство Они говорят, да кругом темнота Они говорят, кругом цветы Они говорят, кругом колючки Они говорят, посмотрите, вот райские запахи Вот вам цветок, понюхайте его Фу, какой гадостью воняет Представляете? Для одних людей это был рай Для других людей одно то же самое место Было адом Представьте на секундочку Человек, который всю жизнь воспитывался в классической музыке Его попытаться посадить на концерт Ну, скажем так Таких музыкантов Которые в современной культуре там рэп читают Что будут испытывать? Когда вокруг будет бесноваться толпа И говорят, что все красиво, все замечательно Он будет испытывать чашские муки И наоборот Попробовать человек, который был воспитан На тяжелом роке Который там слушал Всякие непотребства Которые сейчас полным-полна Поп-культура И попробуйте его посадить В камерный зал И заставить слушать классическую музыку Представляете? Для одних рай Для других ад Причем одно и то же место Вот где находится Находится он внутри человека Как и рай Он находится внутри человека Если внутри человека рай То все равно, куда его помещать Можно его посадить в тюрьму Можно его отправить на Голгофу Можно его отправить в санаторий Он все равно будет в раю Если внутри человека ад Его можно отправить в тюрьму Там будет плохо Его можно отправить в санаторий ему будет там плохо, вокруг него все будет плохо, 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 как тем гномам, которые не верили в Бога. Они не верили в Бога, и для них Бога не было. Или для того иноверца, который искал Бога, живого, настоящего, реального, и он его нашел. Поэтому вопрос где, на вопрос где, ответ такой, внутри вас есть. Поройтесь хорошенечко, вы там можете найти и ад, и рай. Аминь.